...борьбу с внешним и внутренним врагом. В сцене спектакля «Шторм» показывается один из моментов такой борьбы. В одном из волжских городов председатель ЧК допрашивает спекулянтов. Товарищ начальник, арестованное доставлено. Давайте ее сюда. Слушаю. Слухайте, чего вы мне зарослали? Чего вы мне взяли? Смотрите, приходят, забирают. Я же самогоном не торгую, краденого не прячу. Так чего они мне забирают? Смотрите, приходят, забирают. Понимаешь, тут земляки понаехали, я в гости забрал. Так они приходят, я же самого на мне торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают, смотрите, пожалуйста. А вот сейчас проверим, узнаем. Сначала давайте познакомимся. Фамилия, имя, отчество. Смотрите, мне прямо неудобно перед суседями, что меня забрали. Что говорите? Фамилия, имя, отчество. Так это же документы же вас там же, все за меня прописано, правда, их фамилия моя. Так ведь тут их два. Какой уж? Вот тот мой. А другой чей? А это я по дороге нашла. Иду, понимаете, вижу, бумажечка валяется. Хотела у милиции отнести, так не успела, как меня зарастували. Понимаю. Так как же вас звать-то, а? Так я же говорю, у документов же за меня все прописано, как меня звать. А я вот не разберу. Настасья Петровна. Ага, Настасья Петровна, я. Фамилия? Шо, говорите? Фамилия, говорю, как? Вот это горло у меня болит. То я солому с хлебом проглотила, так она мне застряла, торчить ни туда ни сиди не велась. Читайте, там за меня все прописано. Так, Настасья Петровна Солодубова. Ага, Солодубова я. Ой, нет, ошибся. Солодубова. Так я же говорю, Солодубова, но. А сказала Солодубова. Шо, говорите? Сказала, говорю, Солодубова. Так это же я же за вами повторяла, как вы говорите, так и я говорю, правда? Я же себе не позволю против вас горить. Смотрите, такой человек сидит, а я буду против его говорить, что я сама... Какой губернии? Шо, говорите? Губернии, говорю, какой? Мама родная, мама родная. Мама родная. А? А, Херсонской-то губернии. Ах, далеко однако забрались, а? С Днепра на Волгу. У Деникина места не хватило? Вот там бы и спекулировала себе на здоровье. Да не нравится мне в Деникина. Ну, бандюга такого-то Деникина. Понимаешь, комиссар, ограблять нас там, а ты мать нас всю. Я, может, через того Деникина голая-то босая осталась. Мне вас больше нравится, ей-богу. Вас как-то, знаете, приличнее вас, спокойнее вас. У нас спокойнее, да? А вот сидишь арестованное. Так тоже ошибка ж получилась. Как вы разберете, шо я не повинная? Вы же меня не выпустите, правда? На то же вы наше вот это, как ее? Да здравствуйте! Крестьянская, советская, рабочая власть, ура! Мама! Знаешь, комиссар, как мы вас дожидаемся? А я ж так особенно, я ж прямо аж горела вся, пока вы не пришли, ей-богу. Угу. Возраст. Шо вы говорите? Сколько лет? Сколько мне, году, да? Да я уже со счетов сбилась, ей-богу. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и годов не считаю. Шо-то мне около 50. 50 лет. Крестьянка. Ты уже ж не дворянка я. А написано, мещанка. Шо-рити? Написано, говорю, мещанка. А, так то, как я в деревне жила, я была крестьянка. А как я в город переехала, так я тут же заделывалась мещанка. Так. Чем занимаетесь? Шо-рити? Занимаетесь чем? Да вот это же я немножечко торгую, меняюсь я. Чем торгуете? Я главным образом меняюсь. Я, вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке. Гуся. На платье-то граммофон. Так платье у меня все как есть разлазится. Граммофон не поете. Артистка еще интеллигентная. У цирки на голове ходите. Так понимаешь, каждый норовится тебе сорвать. Чего мне вот сейчас зарасту? Лави, ну чего мне нельзя? Я же самого на мне торгую, комиссар. Ну шо, ей-богу. Краденов не прячут, так они приходят. Мне ж невдобно перед суседями тебе. А где достаете это барахло? Да одних, понимаешь, берешь, другим продадешь. У кого берете? Да город же большой, разве уже всех запомнишь, кого берешь? Ей-бога. Ну, назовите хотя бы одного по фамилии. Шо вы говорите? По фамилии хотя бы одного назовите. Да как же я вам чужую фамилию скажу, как мне уже в своем голове не держится. Ну, время ж какое кошмарное. Уся голова у меня кругом идет. Так, родные живы? Не, уся у меня помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я. Семейное положение? Шо, родитель? Муж, говорю, есть? Не я барышня. Так, где живете? Да где все люди живут? На земле-то и в доме живут. Ага. Ну, хорошо. Еще один вопрос и отпущу. Где достаешь заразное белье и обмундирование? Какое белье? Какое обмундирование? Нема у меня... Садись. Нема его... Садись. Так, глупостью, говорите, комиссар. Какое там белье? Солдаты себя понимаешь. Сымают, меняют на базар и все продают. А я тут при чем? А почему белье и обмундирование английское? Так мало у нас пленных. Так те, что от Колчака вбежали. У них же английская хвороба. Да у них одна рвань, старье. А у тебя много нашли этого белья? Чем их склад? Нема у меня, нема. Ейбон нема. Глупостью, говорите, комиссар. Какое у меня белье? Шо, говорите, ебон? Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять. Вы все знаешь за меня, да? Все знаю. Вот это у вас работа. Ну вот, Шаманька. Ну? Давай поговорим по-хорошему. Ну? Чего? Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию тифозным бельем? Ой. Для тебя же лучше во всем признаться. Ну, Горя. Откуда и у кого достаешь это барахло, и кто помогает тебе его распространять? Скажешь, на чистоту? Ага. Ну, в тюрьме посидишь. Но будешь жива. Не скажешь? Ага. Расстреляем. Ой, мама родная, шо она говорит? Ой! Так что советую тебе подумать. Подумать. Дай меня закурить, комиссар. Ой, ой, ой. Курик. Шо он мне дает крутить? Мне ж руки отморозены, я не могу крутить. Давай мне папиросы. Крути, крути. Слухай, то в тебе подсигарь такой, комиссар. Ага. Вот это вот, такой человек, а вот такой подсигарь. Аж смешно мне его. А шо, а шо, у меня вот этих подсигарок завалиться можно, ей-бога. У меня есть один золотой, полхунтовый, с монограммами. Ей-бог. А какой, какой пробы, Манька? А ты шо, интересуешься за золото? Да, да ты меня брешишь, ей-бога, брешишь. А ну, иди сюда. Дура. Ну, смотри мне на глаза. Брешишь меня? Так мне вот это, слухай, мне же это часов мужистых женских завалится. Мне вот это кольца, брошки с каменями, камень, как лампы горят. Женьке пойдет, твоей. Женьке, не уби меня. Слухай, меня киренки, рженые гниют, ей-бога. Золото есть, царая Николаевская. Только тихо, только тихо, тут слухай в кругом, люди. Твое ж будет, все твое будет. Пусти меня, комиссар. Слухай, ну. Слухай, ну. Люди говорили на базаре. Скоро ж наши придут, наши придут, мама родная. Тихо, Манька. Так деньги ж нужны будут. Че тут оставаться, че будем за границу текать. Ты мне пиши записочку, чтобы не выпустили, скорее. Все твое будет, дурно, скажи. Только тихо, говори. Все тихо, боюсь, слухай в кругом тут все. Ну. Золото, это хорошо. Тихо, черт кончить. Золото государству достанется. Смеешься с меня, а? А тебе, Манька, советую подумать, что я сказал. Смеешься с меня. Маньку голыми руками не возьмёт. Да нет, я смотрю, что оно такое, его никогда ты стреляет. В руки не брала, вижу, лежит, что-то такое. Да этот не стреляет, вот этот вот стреляет. Ай, не убивай, комиссар. Усех повидаю, усех повидаю, к чертовой матери, на что они меня сдали. Плукай. Ну? Ты меня защищишь, комиссар. Защитим. Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот. Пиши. Говори, кто? Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовый собачий, такая, Ибрагимкой. Зовут, пиши. В военкомате работаете. Он же ж мне, он же ж меня смертью пугал. Пистолет меня до головы прикулял, пиши, чтоб я, значит, шурум-бурум из вошемя продавала. Еще кто? Я ж чистая, как цветок. Я ж не повинная. Вот этот, Богомолов, слухай. Слухай. Значит, ты меня защищишь. Куда? Ну, Богомолов, в военкомате тоже он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю к чертовой матери, на что они мне сдались, беляки, проклятые. Пореши их скорее к черту. Слухай, пиши, пиши, что я тебе у всех буду видовать. Дорогие товарищи, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Скажем на прощание актрисе большое спасибо. И до новых встреч. До новых встреч.